Довольно часто, гуляя по миру Ведьмака 3, можно напороться на врагов, которые на десяток с лишним уровне выше вашего. В начале игры такие противники встречаются в локациях дополнения Каменные Сердца и в Тусенте. На уровне сложности, насмерть, они убивают за 1-2 удара. Но как быть, если очень хочется их убить? А ответ прост, и он заключается в сломанном знаке Игни, который поджигает почти всех врагов и без разницы какого они уровня. Но не все так просто. Нельзя просто найти врага и нажать на него кнопку. И чтобы вы не подумали, будто все происходит на низком уровне сложности, вот, пожалуйста, сложность насмерть. Для того, чтобы зачищать такие толпы врагов, нужно прокачиваться через знаки, то бишь через их силу. Так как билд через фехтование абсолютно неэффективен, мечом рубить таких врагов бесполезно. Когда ты повышаешь силу знаков через навыки или мутагены, вместе с силой знаков увеличивается и самый важный показатель, шанс горения у Игни. Помимо этого, отличным вариантом ведьмачьего снаряжения будет школа грифона, из-за повышения силы знаков. Также в ячейки для оружия и брони можно вставлять руны и глифы на увеличение мощи Игни. За убитых врагов, которые на 13-14 уровней больше вашего, дают неимоверно много опыта, в отличие от врагов твоего же уровня. Как итог, побегав всего лишь с улучшенным, то есть второго уровня улучшения школы грифона, я зачистил почти все локации каменного сердца и поднял полтора уровня, кучу денег, которые я слил на мастера рун, но о нем в другой раз. Также в игре есть враги, над которыми написаны два знака вопроса, это означает, что уровень врага просто капец какой высокий, по крайней мере больше на 15 уровней, чем у Геральта. Таких врагов невозможно убить даже Игни, хотя Леший очень хорошо от него горит. Да даже если понизить уровень сложности до минимума, ничего не изменится, тут остается только повышать уровень. Короче, если хотите не париться насчет большинства врагов, которые могут гореть, ибо есть те, которых поджечь в принципе нельзя, то прокачивайте знаки и на канал подписывайтесь. Вот, и еще услышимся.